Как мы материальным языком, материальным умом можем воспроизвести трансцендентную реальность? Если говорится, что она, трансцендентная реальность, недоступна ни разумом, ни умом, а что говорить о материальном звуке? Это вообще очень грубо, материальным языком. То есть, языком сердца описать Господа означает душой, потому что душа пребывает в сердце. Это подразумевается. Ничто иное. Это не означает шквалом, взрывом своих эмоций даже, нет. Потому что есть очень много эмоциональных людей, есть очень много первоклассных актеров, которые могут проявлять эмоции, они могут проявлять экстазы просто каждый день. Если только им сказать вот такие признаки, они вам воспроизведут эти экстазы просто, и вы не сможете отличить от притворных экстазов настоящих. Только как можно отличить? Как правопады говорят, это то, что он начал кататься, по поводу пришел один человек, начал кататься перед Божеством. Правопады, спойди, пни ему на голову. Он подошел, пинул его на голову, и человек сразу вскочил, или не надо. Кончив секстазу. В состоянии экстаза человек, он не чувствует, когда я упнул на голову. Все понятно. То есть, вопрос даже не в проявлении эмоции, вопрос в чистоте, чистоте сердца. Понимаете? Вопрос в том, сколько в сердце груза и грязи, материальных желаний. Вот в чем вопрос, на самом деле. И поэтому, когда святое имя произносит человек, у которого много материальных желаний, это может звучать красиво, это может звучать очень музыкально и профессионально, с точки зрения музыки, это может быть с адрес и с рагой даже. Но, если сердце имеет массу материальных желаний, является хранилищем материального личного вожделения, стремления к славе, почестям, богатствам и прочим, то это нама Атараха, это оскорбление святого Единого. Если это сердце или это душа совершает какие-то усилия, искренне раскаивается и просит Господа, прости меня за все мои оскорбления, ибо я повинен во многом. Прости, пожалуйста, и принимай служение, несмотря на всю мою глупость и неспособность служить тебе, трансцендентному, то это называется нама Абасы. Со слезами раскаяния душа может повторять нама Абасу. Это очистительное божество и очищение. И чистое святое имя характеризуется тем, как говорили, что человек, повторивший даже один раз чистое святое имя, он не возвращается в более подусловленную жизнь. Его больше не мучает вожделение. Его больше не мучает обычный, заурядный охот, который диктует нам всевозможные нечестные левые концепции в жизни. То же самое, как и человечество. Даже на почве духовности. То есть, исходя из всего этого, можно понять, что решающим фактором в духовном процессе нашем является милость Господа. Или другими словами, что наш процесс познания не исходящий процесс откровения и свыше. Также, то есть, другими словами, Господь, видя нашу искренность, добавляет. Он добавляет того, чего не хватает, того, чего не достает. Шанстое также говорит о том, что абсолютную, в русле этого же, абсолютную истину невозможно постичь собственными усилиями. Абсолютную истину невозможно затронуть своей собственной практикой. Но она сама раскрывается тому, кого избирает. Это тоже очень интересно. Прежде чем перейти к этой теме, я хотел бы заострить еще внимание вот на чем. В Бхага, здесь же в этой главе, в седьмой, сказано, что человек, поднимаясь до уровня понимания абсолютной истины, оставляет все возможные процессы духовного постижения, основанные на недвойственности. То есть для того, чтобы постигать Брахман или Парамадму, принцип один и тот же, потому что Брахман означает, постижение Брахмана основано на том, что я пытаюсь записнуть вне любых определений, вне любых определений. Я не такой, не всякой, кто я, я Агну Парамадму. Я не такой, не всякой, я никто. По сути дела. В категориях этого материального мира. И Парамадма так же, в принципе, в принципе, то же самое. Потому что Парамадма, постижение Парамадмы, характеризуется Шанг Тим, состоянием Шанг Тим. Абсолютно успокоится. Это означает, никакие желания не должны проиграться. Так вот, Шамад Бхагава, там, последнее слово в ведическом процессе, так сказать, познание, последняя инстанция, в соответствии с утверждением самого Яса, составителя всей ведической литературы. Так вот, Шамад Бхагава, там, говорит, что... А Шамад Бхагава, там, говорит, это устами Господа Брахм, вообще изначального трансдинента. Изначально Бог был в этой вселенной. Изначально существовало. Бхагава, там, говорит, что человек, который поднимается до постижения абсолютной истины, оставляет все эти практики недвойственности, постижение какого-то безличного аспекта, абсолюта, точно так же, как за ненадобность, точно так же, как Индри, не нужно, не нужно ратье колодцев. Индра не будет заниматься ратьем колодцев. Почему? Да просто потому, что для начала. Индра – это владыка рая, это царь полубогов, которые характеризуются колоссами Айшвари или богатствами. Все богатство рая в его распоряжении. Рытье колодцев – это удел самых последних бедняков. Потому что это… Кто-то из вас копал колодцы, гадает, нет? Или видел, как копают колодцы, нет? Да, нет, нет. Видели? Очень опасная работа. Очень опасная работа, совершенно верно. Очень опасная. И эта работа, мало потому что она очень опасна, уже может просесть что-то там, засыпаться слои как-то, может, вы там останетесь навсегда. Но, это еще, вы туда окружаете, там нечем дышать практически. Они там задыхаются, и там нету света. Там наверху у вас вот такое вот отверстие светлое, и вы там внизу. И может сорваться, вам спускают ведро, вы заполняете глиной, и вот тянут наверх. Ведро может сорваться, упасть вам на голову. Больше мне не будет падать, кроме как на голову. То есть это процесс ужасный, на самом деле. И только самые бедные люди, которые уже не могут себе ничего, не найти никакого заработка, они занимаются этим. Очень опасная работа. И неблагодарны за это, за риск своей жизнью, получать игру в шею. Так вот. Индра не бедняк, ему не надо это. Раз. Второе. Колод сырое для того, чтобы получить воду. Индра владыка. Владыка, владыка, облако, владыка всех дождей. У него нет недостатка в воде вообще. Зачем ему копать колодцы? Очень яркая, на самом деле, аналогия. И, другими словами, Багва там так говорит, что вот эти вот все процессы, основанные на недвойственности, человек их оставляет, когда он поднимается чуть выше. Что доказывает двойственность процесса имперсоналистов. У которых процесс, или садгана, и садгия, цель, когда они достигают цели, они отбрасывают процесс. Садгана и садгия находятся в двойственности. Почему? Потому что вот эта недвойственность, вот это представление недвойственности, оно основано на уме и разуме. а трансцендентная реальность у вне ума и разума. То есть, поэтому, двойственность заложена в этом, вообще, в этом постижении Брахмана. Средствуют сами разные. Но! Благодаря тому, что вайшнавы с самого начала прославляют Господа как личность, как обладающего качествами, хотя их практика на уровне садгана, является примитивной, и только в следствии милости Господа эта практика что-то значит. Но она привлекает милость Господа, поэтому она значима уже. То поэтому, двойшнавы, когда они достигают садги, или цели садганы, когда они достигают бхабы и премы, они все равно очень почтительно относятся к этому процессу садганы, и они не бросают его. То есть у нас в процессе на уровне садганы мы поклоняемся божествам, например, правильно? На уровне бхабы или премы, то есть на уровне садги, достижения цели садганы, мы все равно поклоняемся божествам, просто мы поклоняемся уже с другой мотивацией, с другими чувствами, на другом уровне, но все равно мы знаем такие ачарии, которые однозначно находились на уровне уттама, такие как саматана бхасвами или рупа бхасвами, они тоже поклонялись божествам. То есть у ващнавов нет этой двойственности садганы и садги, это единство, то есть единство заложено с самого начала в процесс постижения у ващнавов, что доказывает, опять-таки, несостоятельность этого имперсонализма. почему он поганый? Понимаете? Это и моя вата. Персонализм, почему он поганый? Потому что это атеизм. Фактически это атеизм. Так вот, мы говорили о том, что абсолютная истина раскрывает себя для тех, кого сама избирает. Это тоже очень интересное противоречие. Потому что, если так, в шастрах говорится о том, что мы должны совершать садгану садгана. Это означает наше усилие. Зачем совершать садгану, если абсолютная истина сама себя раскрывает? Зачем тогда садгана? Зачем наши усилия тогда? Какой смысл в этом? Но говорится, что Господь сам раскрывает себя. А мы же говорили о том, что постичь его можно только по его милости, если он сам пожелает раскрыть себя. Никак иначе. Так вот, он сам раскрывает себя тому, кого он любит. А кого он любит? Того, кто стремится. В шастрах есть Упанишада, в частности, есть очень интересные высказывания. Итак, то есть, кого Господь сам себя раскрывает, что означает? Милость, беспричинная милость. Правильно? На носу же беспричинная милость. И я встречал много предных, которые жалуются. которые взяли этот, так сказать, усвоили этот принцип беспричинной милости и сидят и ждут. Но милость же беспричинна. Но почему? Почему я не развиваюсь? Почему я не прогрессирую? Почему Господь не прольет милость на меня? Я вам честно говорю, я имел не один десяток разводов на эту тему. То есть, преданные ожидают вот этой милости Господа. И, конечно, это прекрасно, что они ожидают милости Господа. Но они немножко теряют определенный аспект этого процесса. Итак, важно понимать, что означает беспричинна. Например, Балабем Ведя Пушин в своем комментарии на этот стих Веданта Сутры, в котором также говорится, что абсолютно истинно избирает того, кого хочешь. Он говорит, слово Шабдаси, означающее, что Господь проявляет себя только тому, кого Он Сам избирает, означает, что Он проявляет себя благодаря Бхактии этой личности. Это Тадвидья. Это понятно, если дальше из стиха, а также и других утверждений. Сказанному Даку Панишаде так же. Господа невозможно обрести при помощи слабого Бхактии. Что означает не такое беспричинное получается. Правильно? Как? Его невозможно обрести при помощи слабого Бхактии. Имея неконтролируемые чувства, невозможно его обрести. Либо совершая скезы, несанкционированные писаниями, трудно его обрести. Господь или Брамадгама является разумным людям, чьей Бхакти сильно бал сильно. Чувство под контролем, а скеза одобрена. Слышь. Господь избирает, он пишет, дальше, того, кого он любит, кому он любит, но не того, кого не любит. Интересно. Он любит тех, кто предан ему, но не тех, кто не обладает преданностью. То есть, оно как бы беспричинно, но не так уж беспричинно. Также говорится, что Господа не опознавают через веру, через Бхакти, через медитацию, и так далее. Итак, если сказать, что он проявляет себя для преданного только по своему выбору, то это будет утверждением также пристрастия Господа, а не беспристрастности. Господь беспристрастен, то есть, он беспристрастен в том смысле, что он каждому дает возможность прийти к нему. Если хочешь, пожалуйста, прийди, прийди. Вот процесс, иди, пожалуйста. Так, почему же говорится, что Господь постижен только по его выбору? Что это значит? Это означает, мы возвращаемся к той теме, которую мы обсуждали с самого начала, что он является последней инстанцией, окончательной инстанцией в определении того, придет к нему преданный или нет. Преданный может совершать садган, может делать то или это, но решает непреданный своей садган, и решает Господь. И вот этот фактор его милости и его решения, этот фактор является настолько подавляюще значительным по сравнению с усилиями и фактором вот этих усилий, наших усилий. И поскольку он говорит последнее слово, поэтому сказано, что он раскрывает себя сам тому, кого сам избирает. То есть, опять-таки, это очень много нам говорит. Чем мы можем привлечь Господа? Своими, своей квалификацией, своими великими полномочиями, своим положением? Нет. Ничем этим не можем привлечь его, только искренностью сердца. И это основа Бхактики. И поэтому Бхактик доступен на каждом. Бхактик абсолютно каждому доступен. Любой человек, независимо от своего положения, возраста, пола, может проявить Бхактик. Может проявить. Потому что оно очень естественно, оно универсально. Очень естественно для души. Это то, что пленяем пишет. есть очень много, что можно сказать на эту тему. Это очень интересная тема в этой второй песне. Определяются очень, очень интересные, очень серьезные, очень глубокие темы, которые являются фундаментальными в науке о Боге. Фундаментальными. Без понимания которых и, о, в, мы,